Привет тебе, Алин, привет. Слушай, в прошлый раз мы с тобой делали запись, очень всем было интересно, понравилось. Но там был один момент такой, когда я показал, значит, этого пирата нашего. Потом я вот сегодня смотрел ответы, я еще там не написал подтверждение, напишу сегодня подтверждение. Всем привет, друзья, кто нас смотрит. И там вопрос такой, не вопрос, а коммент такой. Я бы пирата повесила. Я так перепугался, думаю, как, наверное, не понравилось. А потом я в них прочитал, и, оказывается, повесила бы на стенку. А я тоже, кстати, так и подумал, повесила, и я подумал, что это юмор, на рее, ну, как пиратов вешали. А потом тоже интересно написали, и мы оба вещи так и приняли сначала, и потом поняли, в конце концов, о чем я. Ну, поэтому у меня есть афоризм. Значит, истина в контексте. И поэтому просьба ко всем я всегда говорю. Мы не живем в головах друг у друга. И писать надо развернутие, понятнее, конкретнее. Потому что у меня иногда, как врачу или психологу, пишет кто-то, например, у меня болит голова, как мне быть? А я вообще не знаю, что за человек, какая история болезни, условно говоря. Часто ли болит? Пробовал ли человек что-то делать? Например, наши приемы? И так далее. И поэтому всегда объявляю. Ну, а сейчас я его что объявляю? Что у нас сегодня вечером будет бесплатный ликбез. Я его проведу для тех, кто хочет получить развернутые ответы на свои волнующие вопросы. Пусть готовят зум, потому что там на бесплатном ликбезе в 8 часов вечера я буду сбрасывать зум, как туда войти. А через 7-8 дней после этого будет вебинар. Этот вебинар будет тоже посвящен ответам на вопросы. И там будет связано тоже с райской группой, как, например, стать изобретателем, потому что в райскую группу я записываю, между прочим, только тех, с которыми я провожу установочную беседу в WhatsApp, в Skype или в Telegram. В назначенное время пусть я пишу туда, что хотят в эту райскую группу. Почему она называется райская группа? Я там объясняю, чем человек, творческий творец, отличается от творца. Тем, что у него всегда возникает зависание. Зависание, когда он попадает в некую доминанту, и вот у него происходит, это происходит из-за того, что есть некоторое время перерыва в мозге между кратковременной памятью, переход в постоянную память. И в этой точке как раз люди очень, они должны знать об этом, как это происходит, и как это можно использовать, потому что те вопросы, которые в голове у нас возникают, мы их, оказывается, можем ответы на них получать в озарениях, которые у нас происходят между сном и бодрствованием, в нулевом состоянии. Как раз там происходит изобретение. Когда мы видим все как бы эмоционально отстраненно, ну, как кино, когда мы смотрим какое-то вот, как зритель, и всегда вроде понимаем, как бы мы там поступили, а на самом деле, если мы попадем в те обстоятельства, еще неизвестно, как бы мы себя повели, правильно, да? Так вот я тебе сейчас показываю картину, которую я как-то показывал, который я писал несколько лет. Милый, у тебя температура. Вот она такая заботливая. Почему я эту картину сначала покажу? Потому что мне почему-то сейчас, когда я объявил в прошлый раз о том, что у нас будет райская группа, куда могут заходить после беседы и так далее, в основном женщины стали писать. Заботливые. Они в первую очередь почему-то хотят узнать что-то полезное, как стать изобретателем, как создавать условия в жестких временных ограничениях, в критических ситуациях, неординарные решения, как быстро изобрести, что делать и как говорить и так далее. Женщины. Поэтому вот я эту картину сначала поставил. Милый, у тебя температура, она заботливая. А теперь я тебе покажу после прошлой нашей встречи, что я сделал. Кстати, на той картине очень видно, что она заботливая. Да, прям вот выражение у нее, температуру мерит. Видно на лице. На лице написано. Заботливая она. Ты художник, тебе, как говорится, понятнее это все. А вот интересно, может быть, кто-то нам в комментах еще и напишет, что они думают про эту картину, которая имеет другое название. Ян Иинь. Ян Иинь, потому что он в темном свете, она в таком ярком свете. Ян Иинь. А теперь слушай. Я тебе показываю этого пирата, который был в прошлый раз совсем другим, и который, я сказал, доработаю по твоему совету и по советам всех участников нашего коллективного разума. И мне там давали советы. В основном говорили, какая прекрасная картина, но я хотел сделать еще лучше, еще лучше. И там глобус был. Кто не видел наш с тобой вот этот видеоконтакт, пожалуйста, посмотрите прошлый ролик. Мы с Аленом там говорим. Он художник и в то же время психолог и мой первый ученик по методу саморегуляции ключи, мой соавтор. Как и дочка моя, Шейла, психолог, это уже мой соавтор. Вот, пожалуйста, посмотрите прошлый ролик, а теперь я покажу про пирата. Мы сказали, вот, понял, какое кольцо, как солнце там на небе. Досай Магомедович, а перстня-то не видать, что ли? Вы его изменили, перстень? Ну, как же, вот он перстень. А, он ниже, получается, его не видно в кадре. А, не видно, да? Ну, перстень на месте, это важно, потому что он, по-моему, очень удачный, издалека он так смотрится, прям как настоящий. Сейчас видно было. А, видишь, вместо глобуса у него сейчас что? Трава зеленой, потому что это зеленая трава олицетворяет жизнь. А что у него получается, что это? Зеленая трава. Трава. Ну, это в руках получается, в руке, или нет, чуть-чуть назад сейчас. В руке, в руке. В руке, да, букетик травы. Да. Ну, какой, мят, наверное, тогда, или что там у него? Мят? Я хочу, чтобы у нас вовлечение в нашу школу будет массовым скоро, потому что я договорился с друзьями, они буквально через несколько дней расширят нашу школу, расширят определенными способами, и поэтому кто не попал, как говорится, в вагон, останется там, поэтому пишите комменты, друзья, пишите вопросы, на которые получите развернутые ответы, а вот поэтому я сейчас ставлю уже дописывал, вот ее там один из участников или участница, я не называю здесь имен, она сама найдет, она написала как-то, когда она еще была в прошлом варианте, еще в прошлом позапрошлом, я ее уже пишу несколько лет, она написала Сатурналия, потому что шляпа напоминает планету Сатурн, а там дальше другая планета, у нее в руках цветы, и вот один глаз, видишь, один глаз, и шляпа такая, это ты мне в прошлый раз сказал, сделай шляпу и закрой вот этот глаз, ну посмотрим, может быть дописать, пускай, пожалуйста, все подсказывают, вот коллективный разум включаемся, подсказывают, значит, что убавить, что прибавить, какой цвет, может быть, и название какое-то подскажет, дело в том, что однажды у меня был приятель, его зовут Рубен, у него был театр, и он мне однажды сказал, ты знаешь, спектакли, которые я ставлю, это не твои картины, картины можно повесить, и сразу видно, а спектакль надо смотреть, ну, может быть, он прав, а может быть, нет, его зовут Кургинян, мы все много лет творчески сотрудничали, теперь нет, у меня есть причины для этого, и вот, смотри, что ты делаешь, например, автоматическое, когда ты пишешь свою картину, я, например, автоматически там, ну, вот Пушкин, например, что делал, он автоматически рисовал женские головки и свои портретики, правильно, Агата Кристи автоматически, она делала мыло посуду, повторяемое движение, ты, наверное, поскольку ты водишь автомобиль свой, ты, наверное, автоматически крутишь роль, включаешь там передачи, там, педали. Когда картину пишу? Нет, нет, тогда я руль не кручу. Нет, вот ты, когда картины пишешь, что ты еще дополнительно делаешь? Отхожу, подхожу, ищу тряпочку, вытереть кисточки, то есть, это же тоже повторяемость? Да, повторяемость уже, и в это время как бы задумываешься, отстраняешься от картины, да? Ну, да. Держи себе время подумать и отрешиться. Да. Очень важный момент. Но при этом, я там подскажу еще, как рисовать, те, которые хотят рисовать и не умеют рисовать, я им подскажу. Ну, ладно, мы будем говорить о том, что у нас есть райская группа для изобретательского мышления, как быстро развить изобретательское и творческое мышление, создавание нового. Это же самое главное, потому что сейчас во всем интернете смотришь, ни одной новой мысли. Все повторяют, и кто-то транслирует, повторяют, и кто-то транслирует, как будто все свидетели. А самого участника событий, творца-то нету там в интернете. Все одно и то же. Постоянно повторяются, это есть принцип повторения, мать учения, как, чтобы человек мог создавать новое. Что такое человек, чело направленное в век. Вот я спрашивал академика работного, например, отца русской, советской механики, знаменитейший, великий человек, я его спрашивал, а что для вас ближе всего по мироощущению, он говорит сыпучесть, тягучесть, трескучесть, поэтому он академик работнов, отец русской и советской механики, создал механику, потому что для него вот эта модальность, восприятие мира, мира ощущения и мировоззрения вот легче выражалась в этом. а я тебе хочу сказать, что у каждого человека есть своя модальность, правильно же, ты как психолог это знаешь, этим аналпией занимаются, этим занимаются многие психологи, это прекрасно знаешь, я тебе просто хочу сказать, у каждого своя модальность, и кто же является великим человеком, кто становится значимым человеком, кто может сокращать кризисы и войны, скажи. Идея сегодня и вообще, а тем более сегодня, при перенасыщении рынка, как вы и сказали, и не только рынка, а вообще вот всего, перенасыщение друг у друга все переносит, идея самая важная и дорогое, потому что людей таких мало, идея, они, идея, прорыв, а после них уже все человечество тянется к этому, да, вот паровоза не было, теперь паровоза сколько хочешь, кто-то же его придумал, потом самолет, то есть идея самая важная, это и есть люди передовые творцы, а за ними тянется все человечество, потом это все дублируется, чуть-чуть изменяется, как вы и сказали, и перенасыщено все, и за счет вообще современного уровня человечества, и за счет цивилизации, и за счет коммуникации, что мы можем это посмотреть, там посмотреть сейчас моментально весь мир, да, на тему, например, набрал роза, и миллион роз, там, кто нарисовал, кто вырос, кто что, то есть вся информация на эту тему роза, на тему любую, то есть все перенасыщено, а вот идея, она и есть, как вы и говорите, что в принципе от человечества вперед толкает, а за этим все идет, потом тянется, правильно, поэтому надо сказать заходчиками и, как говорится, вносить идею, да, или вот как-то урожать. А для этого райская группа для развития изобретательского мышления, чтобы все вместе, как в коллективном разуме, мы обсуждаем наши картины, даем друг другу советы, и прислушиваясь к картинам, выбираем правильное решение в балансе, для этого и создается наша райская группа, чтобы люди научились думать своей головой, а не только повторять по принципу обучения мать-учения. Да, вот оно в чем дело. Для чего? Потому что сегодня больное время, и люди находятся в полосе больного времени, и сейчас нужна идея, вокруг которого сплотятся другие люди, вокруг которого все пойдет, и пойдет обновление и общества, и мира, потому что человек, частица человечности, он ничего не может сам сделать, один, и поэтому у меня, например, там есть, все это могут участвовать в коллективном творчестве, попытка вот этого примера, как можно вместе рисовать картины, как можно вместе создавать что-то новое, и главное, главное, вот именно то, что ты говоришь, идея нужна, да, это вот сегодня такое время, когда есть такие задачи, которые один человек, ему решить не впору, нужно соединение многих людей, только вместе мы сила, правильно я говорю, нет, Элен? ну а как же, сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество, и тогда рождается что-то новое, идея, и вперед, Хасай Магомедович, по поводу картин, красавицу прошу не трогать, а вот с пиратом как хотите, хотите повесьте его, хотите дорисуйте ему зелени там в цветочках, или наоборот что-нибудь там это юморист, юморист, хотите повесьте, хотите дорисуйте, правильно, ну напомню, что там девушка сказала, я бы повесила и имелась в виду у себя на стенке, и так, друзья, и так, Олен, дорогой мой, я тобой горжусь, потому что ты не только потому, что ты мой сын, а еще и потому, что ты такой же умный, я не имел в виду себя только, нет, я имел в виду такой умный, как все люди умные, потому что они задаются вопросами, и вот сегодня так получилось, ко мне женщины почему-то больше идут в эту, в эту группу райскую, чтобы стать изобретателями, ну давайте, мужчины, подтягивайтесь тоже, и так, ватсап, скайп, и в телеграм, пишите запрос, хочу в группу изобретателей для развития изобретательского мышления, в условиях неопределенности, стресса, критических ситуациях, чтобы мозг выдавал у меня как генератор неординарные решения, Ален, я тебя обнимаю, всем привет, Хасай Магомедович, до встречи, до встречи, Шеве привет, грядке привет, маленького привет, я счастливый проделок, маленького Хасанчику вы имеете ввиду? Да, конечно, передам, это не я назвал, это они сами дети называют, я не до такой степени самовлюбленный человек, потому что я постоянно... Ну, у нас так принято вообще в мире же так принято, ну, а как же? Тем более, если мы... Я в любом случае был счастлив, я в любом случае счастлив, как мой дедушка был счастлив, когда я у него первенец родился, мой дедушка был добрый, и поэтому я тоже добрый, и поэтому доброта спасет мир, сопереживательность и созидательность. До встречи, друзья, пишите комментарии, в вопросах. Спасибо тебе, Алья. Пока-пока. Давай. Спасибо.